Добрый день, дорогие друзья! Сегодня тема нашего разговора будет история музея кино. Новая история музея кино начинается с 2015 года. Именно в этот год был заключен договор между ВДНХ и музеем на аренду павильона номер 36. Сам музей как организация существует с 1920 года и много чего было в его истории. Но современная история начинается тогда, когда музей переезжает в 36 павильон ВДНХ и открывает свои двери для посетителей в 2017 году. Нужно понимать, что главная задача музея кино – это продвижение и развитие национального кинематографа. Музей кино с этой задачей вполне справляется, проводя выставки, кинопоказы, поддерживая экспозицию музея на современном уровне. В этом видео мы уделили внимание выставке, посвященной знаковому кинорежиссеру российского кино Говорухину Станиславу Сергеевичу. Очень много всего. Мы открыли эту выставку чуть больше года назад. Это был год юбилейный, исполнялась в 85 лет Станиславу Говорухину, который, я думаю, что вы люди того поколения, которые помните, да, что он и режиссер, и общественный деятель. Мы стали обладателями такой огромной коллекции трубок Станислава Сергеевича, что решили, что не можем их не представить. Многие из них прям такие произведения искусства декорационного. Вы берите их здесь и будете встречать еще экспозиции. Давайте расскажу вам прямо здесь, с самого начала, что нас будет сопровождать по выставке вот такая черная окошко анимационная. Мы помним, что это был логотип банды из самых простонних продуктов, а в кино. Это самая экспозиция. Для нас ее сделала специально художник-аниматор, и она у нас не зловещая, такая красноарная, красноарная крошечка. Это автопортрест, нестасердечко, который к нам попал очень интересным путем. Мы приехали записывать интервью. О, какой богатый. Да, сюда мы еще придем. А, мы придем. Да, наша выставка. Вот такие два полюса имеют. Это гора, как мы ее прозвали, да, там Материя. Очень много примеров, что Санислав Сергеевич готовился стать либо журналистом, либо публицистом, либо даже писателем. Видимо, возвращены ему вот по этому казанскому адресу, который здесь приведем. А тем не менее, я вот не поняла, откуда у него такие творческие именно, такая направленность, такая специальная. Почему он туда вообще, в эту сторону двигался? Кто-то на него повлиял? Ну, вы знаете, каких-то явных влияний в семье я не нахожу, потому что мать была простой партнихой, она была дочерью. Но не то, что репрессированных, но сельской интеллигенции, учителей, сбежавших из Поволжья на Урал, чтобы спастись в 30-е годы. Отец был тоже, в общем, донской казак, не было какого-то роскошного. То есть семья была очень простая. Просто вот он сам всегда очень как-то тянулся к знаниям и видим, что дотянулся очень успешно. Да, поэтому это абсолютно его личная заслуга. Ну и, конечно, было такое время, когда открылись возможности просто учиться. И мать, очень много работая на простой работе, делала все, чтобы дети получили образование. Вот здесь, например, опять же, нами найден был очень интересный документ. Вот эта характеристика, которую дали в казанской газете «Ленинец» студент. И мы знаем, что кто не хотел брать или кто-то его начал, но не закончил. В общем, был какой-то проблемный такой сюжет. И они, по-размыслив, взялись. Ну, конечно, они очень серьезно его лопатили, переписали. Это сценарий, сценарий про альпинистов. И я думаю, что Санислав Сергеевич, конечно, на это пошел, еще имея за плечами собственный альпинистский опыт. Уже такой нелюбительский, да, недюжинный. Но этот фильм надо было чем-то очень сильно укрепить этот сюжет. Они остановились на мысли о том, что это должны быть песни, должна быть музыка. Потому что где горы, где альпинисты, там и гитара, там и где поход, там гитара. Романтика. Романтика. И они стали искать кого-то, кто напишет песни. Причем не какие-то романсы, да, а именно что-то очень приближенное к тому, что тогда пели походники и геологи. И, по слухам, они вышли на молодого актера Владимира Высоцкого, который уже был достаточно широко известен в узких кругах. И песня сложилась, и шла потом всю жизнь с Высоцким. И вот у нас оказался такой печальный артефакт. «Белый взрыв», да? Это был затем со здоровьем, но в его возрасте вертолет на который… Повеснись здесь такой комикс. Если не помните фильм, опять же, призываем вас его смотреть. Это очень любопытно и такое впечатление, что Кэмерон просто этот фильм видел перед тем, как создать Титаник, потому что фабула, эпоха очень напоминает то, что происходило. А все-таки вы что тут наконец? Я закончил театроведение. Он сам был воспитан на книгах, считал, что именно они сделали его человеком и считал важным даже форму кино донести до детей к этой сюжете. Это было когда-то, да, вот эта специфическая тогда форма. Мы сделали акцент на то, что он вызвал такую бурную спора, да, противостояние двух идеологий, двух позиций этих следователей. Вот вокруг нее мы и танцуем. В Москву, и вы знаете, она тогда как-то не прозвучала, что ли, потому что другие времена начинались. И в эти времена Санислав Сергеевич очень бурно, на полном скаку врубился, началась перестройка. И Говорухин тут всплыла опять вот эта его линия публицистическая, да, которая когда-то началась еще в годы обучения в Казанском университете. Он принял очень активное участие в обсуждении того, каким быть новому советскому кино на страницах газет разных изданий. И через какое-то время он снял два, а то и три фильмы, которые совершенно всех поразили и имели огромный общественный резонанс. Я думаю, что это вы помните лучше меня, да, фильмы «Так жить нельзя», Россия, которым... Все наши интервью, которые расположены здесь, можно увидеть, что, в общем, его Солженицынскую программу каких-то мыслей по поводу России он воспринимал как программу к действию, да, и, в общем-то, программу к обновлению этой самой России. Ну, надо сказать, что вот, судя по тому, по их переписке, опять же, она попала к нам частично с Солженицын, но очень... И очень многие нынешние звезды обязаны своим стартам, да, с послугами. Станислав Сергеевич был инициатором и организатором многих фестивалей в России и показывал свои работы в основном дома. И это в основном работы, которые были отмечены на российских фестивалях. Никакими. Возможно, еще и потому, что в России практически не было фестивалей, а за рубеж он не выезжал. Он был таким неконвертируемым, оказался режиссером внутренним. А в 2000-е годы вдруг на него пролился такой вот дождь. Наград, причем, не только наград за выслугу лет, скажем так. У него, конечно, есть и Ника, и Почетный Клистинотавра за совокупность облазнований. Но здесь очень много призов за конкретные фильмы. То есть, несмотря на то, что там, ну, молодые кинокритики как-то так, саркастические относились к его картинам, они опять же не знают о том, как Говорухин загремел в кино и как довольно быстро стало понятно, что он прекрасный актер. И первая его сняла Кира Муратова, как мы помним, да, в фильме «Серых камней». Потом была Аса, этот шумный успех. А потом Говорухи осталось сниматься довольно много. Конечно, кто-то использовал его такую стать, представительность. Но, в принципе, в его послужном списке актерском есть довольно сложные, большие драматические роли. Он все время дает разные ответы. Сейчас еще раз прошу. Скажите, пожалуйста, почему вы использовали этот communication tube в своем фильме «Аса»? Ответ прилетел какой-то заковыристый. Что-то по поводу того, что у каждого россиянина есть нефтяная вышка. В фильме «Аса» режиссера Соловьева Станислав Сергеевич играл роль Крымова, достаточно негативного персонажа. Он долго очень настаивал Соловьев и просил Станислава Сергеевича играть эту роль. И тот, в конце концов, согласился. Мы встречаем такая небольшая картинная галерея, где мы представляем его работы. Рассказываем о том, что на пороге 60-летия он вдруг открыл себе этот талант. На этой выставке экспонируется очень много личных вещей Станислава Сергеевича, которые были переданы на время выставки музею его супруга Галины Говорухина. К сожалению, пришло сообщение о том, что Галина погибла во время пожара в своем собственном доме. Это случилось несколько дней назад. Ну, отметить галочка. Информация на сайте музея кино или нет все-таки? Вот как вы? Я думаю, что можно. Можно, да? Ага. А теперь вот вы пришли в музей на выставку, на экскурсию посмотреть кино. Ну, я так поняла, все, да? Ну, в принципе, по возможности, физических возможностей, поскольку мы просто все не охватим. Но так как здесь нас заинтересовали выставкой Станислава Говорухина, мы просто... А вообще мне хотелось посмотреть экспозицию, связанную со съемками. И вот сейчас как раз там выставка специализированная. !.. Ага! Агиндзе х Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Классический монтажный стол Субтитры сделал DimaTorzok Особое внимание работе военных корреспондентов В 1943 году советские корреспонденты очень сложно добрались до Соединенных Штатов Где они представили свою работу о тех разрушениях, которым были подвергнуты культурные ценности на территории СССР Наши кинематографисты получили премию Киноакадемии Премию Академии США Премию Академии США Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, благодарю вас за просмотр Ставьте лайк, приходите еще, рекомендуйте своим друзьям Для развития канала это очень важно Буду рада подготовить для вас не менее интересный материал, чем этот Всего доброго!